Он запомнил это место, и когда он пошел в лес помолиться, в место, известное позднее как Священная Роща, это в штате Нью-Йорк, не знаю, были вы там или нет, но оно считается милым, живописным местом. Он встал там на колени и молился. И вот что здесь очень важно. Когда он молился, внезапно с неба сошел луч света. Он выглядел, как круглый цилиндр из света. Он не понял, что происходит, и просто продолжал молиться, спрашивая, в какую церковь ему ходить. И вдруг он был, по его словам, внезапно втянут в какую-то тьму, удушающую тьму. Он чувствовал, что в ней невозможно выжить. Она, казалось, высасывала весь воздух из его легких. Он начал вопить о помощи, и в тот момент тьма рассеялась, и он снова увидел этот столб света. Правда, посреди его уже появились две сияющие личности, облеченные полностью в белое, и светились во тьме. Оба были одинаковой внешности. Один из них, указывая на другого, сказал, «Си есть мой возлюбленный сын, слушай его». Но я не буду рассказывать эту историю до конца. Если захотите узнать, что было дальше, можете посмотреть мое выступление о мормонах. Оно называется «Что не так с мормонизмом?» Это видео. Но суть в чём? Вот как была основана целая религия с вот уже десятью миллионами членов. Но если посмотреть на это с позиции современного научно-технологического мировоззрения, то можно вполне сделать следующий вывод. Это было НЛО, которое опустило лучом кого-то на Землю, одного либо двоих, почти как показывают в Стартреке. И вот они уже здесь, одетые в белое, и сияют, прямо как космические братья. И там даже присутствует какая-то таинственная тьма. Это настолько же может быть встреча с НЛО, как и встреча с Божественной Личностью. Лично я думаю, что ни то, ни другое. Далее возьмём, к примеру, явление Фатимы. Это произошло в 1917 году, когда трое португальских детей якобы видели эту деву, которая сошла с неба в окружающем сиянии света, как такая, знаете, добрая ведьма Глинда из «Волшебника страны Оз». Она была одета во всё белое, только пояс у неё был синий, и она вся сияла. Что-то это сияние становится весьма популярным. И эта Дева Мария стала весьма популярна, так как это важная часть их церковно-религиозной жизни. Частично поэтому там собралось столько людей посмотреть на эту Деву. Она сама представила себя так, как Дева. Дождь лил, как из ведра. Погода была ужасная. Гремел гром. И не знаю, сколько там тысяч людей стояло под дождём. И эти трое детишек молились. Им было не более 12 лет. И вдруг раскрывается небо. Чудесным образом. И они видят солнце. Но внезапно это солнце начинает двигаться, начинает танцевать, вот так и вот так. Оно ныряет, кружится и вращается. И ведёт себя очень странно. И люди, конечно, были в полном благоговении перед этим удивительным явлением, потому что, опять же, это видели тысячи людей. Но никто больше этого не видел. В смысле, в Париже этого не видели, в Лондоне не видели. Так что очевидно, что это было не солнце. Опять же, если посмотреть на это с нашей точки зрения, с позиции ориентированной на технологический космический век общества, то можно сказать, а, это было НЛО. А эта сошедшая дева, возможно, была высокоразвитой богиней с планеты Тральфамадор, и пришла она, чтобы помочь нам перейти на новый уровень человеческого развития. К чему я это всё сказал? Некоторые из того, что я расскажу из своего личного опыта, знаете, это может иметь разные истолкования. Так что я открыт к возможным иным объяснениям. Нам необходимо объективно рассмотреть Бытие 6, с 1 по 5 стихи. Извините, это заголовок. Бытие 6, с 1 по 5 стихи. Это определенно Бен-Эл-Агимы. Здесь не возникает никаких вопросов. Прочитаем этот отрывок. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жёны, какую кто избрал. И сказал Господь, «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины. Обратите на это внимание, это важно. Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Хорошо. Отсюда предельно ясно, что они женились на дочерях человеческих и порождали потомство, которое было либо исполинами, на иврите это нефилимы, либо сильными и издревле славными людьми. И из-за этого произошли ужасные вещи. Земля стала настолько полна зла, чего никогда не было ранее в истории человечества, когда грехи стали настолько ужасны, что пришлось уничтожить буквально всю жизнь на планете. Мы все знаем эту историю. Все, кроме Ноя и его семьи, и, конечно, тех животных, которых он взял ковчег. Все остальное было стерто с лица земли этим катастрофическим потопом. Значит, что бы ни происходило тогда, и это должно было быть действительно ужасно, то есть, возможно, даже намного ужаснее того, что происходит в нашем веке. Существует две теории об этих сынах. Согласно одной из них, Бен Элагимы, это божественная линия Сифа, кавычках. Это стандартное теологическое объяснение, которое дается в большинстве семинарий. А дочери человеческие были якобы всего лишь детьми злого Каина, другими словами, потомками Каина. Но здесь есть некоторые неувязки. Первое, этому нет подтверждения в Писании. Я имею в виду, что нигде в Ветхом Завете фраза «Бен Элагимы», то есть «сыны Божьи», не употребляется по отношению к человеческим существам. Например, возьмем Иова 1.6. Я сейчас прочитаю это. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Очевидно, что это происходит там, в небесных дворах. Так что это не люди. А также Иова 2.1, Иова 38, с 5 по 7 стихи. Все эти отрывки недвусмысленно относятся к небесным существам. Теперь, в Новом Завете также есть несколько отрывков. Например, «Ибо все, вводимые Духом Божиим, суть сыны Божьей». Римлянам 8.14. А также есть другие отрывки, но обратите внимание, что все это уже после Голгофы. Это все уже после Креста. До этого никто не мог быть усыновлен в семью Яхве. После Креста это уже стало возможным. Мы можем буквально стать сынами Божьими, но в Ветхом Завете не было никаких сынов Божьих, кроме ангелов. С момента рождения свыше, о котором пророчествовал Танах или Ветхий Завет, мы действительно становимся сынами и дочерями Элохима. Так что, с точки зрения Писания, весьма сомнительна версия, что эти Бен-Элагимы — это всего лишь праведные люди. Это сомнительно еще и потому, что в истории имеется множество примеров того, как праведные мужчины женились на скверных женщинах. Но у них ведь не было детей исполинов, не так ли? Я уверен, что многие из вас знают людей, которые являются хорошими людьми, но они просто ошиблись и женились на какой-то порочной женщине или на неверующие, что-то в этом роде. Но у них нормальные дети, не исполины какие-нибудь или сверхчеловеки. Так что, даже с точки зрения истории, эта версия не выдерживает никакой критики. Третьих, в Библии есть немного намеков на якобы «божественность» линии Сифа, в кавычках, на основании которых полагают, что эти сыны, потомки Сифа, такие себе совершенные ангелочки. И некоторые действительно так считают. Фактически, если посмотреть, то непосредственный потомок Сифа был таким себе простым и смиренным человеком. Но если божественная линия Сифа была уж божественной, тогда почему был потоп? Почему Яхве пришлось тереть все с лица земли? Так что все эти версии могут быть политкорректны, но они не выдерживают критики. Вторая теория говорит о том, что дочери человеческие были обычными человеческими женщинами, а Бен-Элагимы на самом деле были небесными существами, падшими ангелами. Это опыщупотребительный смысл в Танахе, в Ветхом Завете. А также это имеет смысл в свете того, какие необычные у них были потомки. Еще мы рассмотрим загадочное предупреждение Павла в 1 Коринфянам 11.10, где он говорит, что женщинам нужно покрывать голову для ангелов, из-за ангелов в версии короля Иакова. И что это значит? Я предлагаю рассмотреть следующее значение. Как было во дне Ноя, как было во дни Давида, как было и во дни Павла, а также и в наши дни, ангелов может соблазнить красота человеческих женщин. Даже находясь в присутствии Яхвы со всеми имеющимися у них преимуществами, они могут соблазниться и впасть в грех. И покрывало на голове, защищая женщин от покушения этих ангелов, этих падших небесных существ. И в качестве примера мы обнаружили в нашем служении одну интересную вещь, связанную с женщинами, у которых проблемы с духами, с суккубами и инкубами. Это демоны секса, которые нападают на людей, когда те пытаются уснуть или уже спят, а также с другими проявлениями подобной природы, даже ставшись жертвами так называемого похищения инопланетянами. И это верующие женщины, это христианки. И что же нам было делать? Мы сказали, «А может, нам просто последовать библейскому совету?» Мы сказали им покрывать голову перед сном. И знаете что? Они полностью исчезли. Проблема полностью ушла. Так что, когда уже ничего не помогает, следуйте инструкции. Для меня это указывает на то, что даже в Новом Завете, в Коринфской Церкви, Павел предупреждает свое стадо, веренное ему под его ответственность, чтобы они были очень осторожны и покрывали голову из-за ангелов. Вы даже не осознаете, женщины, насколько вы привлекательны для ангелов. Вы этого даже себе не представляете. У нас есть от Яхвы закон воспроизведения рода. Мы знаем, что все воспроизводится по роду своему. У папы коня, и мамы лошади, будет дитя лошадь. У меня большой опыт, связанный с фермерством. Я знаю, что такое Меринг, к примеру. В общем, дитя, лошадь или жеребенок, или как там называется. И вот, учитывая этот факт, какой потомок может быть от союза ангела и человека? Подумайте об этом. Ведь у него могут быть качества человеческой природы, а также качества ангельской природы. Нефилим. Нефилим. Вот что еще интересно. Существует множество споров вокруг слова «нефилим». Оно происходит от еврейского слова, означающего «упасть». И некоторые, основываясь на этом, утверждают, что они падшие, они ангелы, которые не спали с неба, а также их потомки не спали с неба. Нечто подобное. Но многие перевозчики, включая и короля Иакова, переводят это слово как «исполины» или «гиганты». И в этом есть смысл, потому как мы знаем, что существовали и существуют на земле Исполины. Еще что интересно относительно нефилимов, в Исаии 26.14 сказано, что мертвые не живут. Рифаимы не встанут при воскресении. Мы знаем, что людей это не касается, потому что праведные мертвые и неправедные мертвые оживут в соответствующем воскресении. Хочу здесь выделить особо, что в еврейском слово «мертвые», употребленное здесь, это слово «рифаимы». Рифаимы – это одна из подраз нефилимов. К примеру, есть Анакимы, сыны Янаковы, Рифаимы, а также Замзумимы. Мне нравятся эти названия. И, конечно же, нефилимы. Меня удивило, когда вышли эти поздние «Звездные войны». Обратите внимание, как звали Скайвокера, который затем стал Дарф Вейдером. Его звали Анакин. Разница всего в одну букву между им и Анакимами, расой гигантов, которые были бичем Израиля. Итак, здесь сообщается, если должным образом разобрать этот отрывок, что Исполины, нефилимы, не воскреснут при всеобщем воскресении, что логично. Возникает вопрос, как так вышло, что Ной от этого уберегся? Интересно то, что Библия упоминает в контексте Ноя, что он был непорочный в роде своем. Слово «род» здесь употреблено в смысле его потомков, его ДНК, его репродуктивной способности. Древнееврейское слово «непорочный» здесь «тамим», что означает «без пятна и порока». Именно это слово употреблено по отношению к жертвоприношениям в храме, когда сказано в книге Левит, к примеру, что нужно приносить агнца без пятна и порока. Именно это слово здесь стоит. Что это означает? То, что его человеческая репродуктивная способность не была заражена Бен-Элагимами. Он сохранил себя в чистоте, и, очевидно, он женился на женщине, которая тоже избежала подобного заражения.